Небывалый случай для столичной полиции. Как минимум четырёх офицеров из ОВД Конькова подозревают в мошенничестве, причём в составе рейдерских банд. Вот у вас участковых задержали и начальника дежурной части. Они давно работали? У меня нет, я не знаю. С ОПГ? Не знаю, у меня нет такой информации. Ну вот говорят, что 10 лет они возглавляли здесь ОПГ с чёрными риэлторами. Я не в курсе, извините. Всю ночь в ОВД Конькова и в управлении полицией Юго-Западного округа столицы работали сотрудники ФСБ. Следователи главного следственного управления по городу Москве совместно с оперативными сотрудниками провели обыски у предположительно причастных к преступлению сотрудников полиции в ОДЮ-ЗАО. В настоящее время задержан 33-летний сотрудник полиции. Это капитан полиции участковый Ярослав Сухов. Его подельники спешно взяли больничные. По данным следствия, ОПГ Коньковские отбирало недвижимость у москвичей в течение 10 лет. О скольких случаях квартирного рейдерства по Юго-Западному округу нам известно? Мне известно десятки случаев. Я занимаюсь несколькими десятками. А их, на самом деле, наверное, более 500. Известно ли об отказах в возбуждении уголовных дел по таким случаям? Огромное количество отказов в возбуждении уголовных дел. На этой фотографии у меня те люди, которые вломились ко мне в квартиру и 6 дней создавали невыносимые условия совместного проживания. Требовали им заплатить 5 миллионов, положить на стол, и они уйдут. Полиция приезжала, бездействовала. Из какого ОВД? ООВД академический. Участковых подозревают в сливе информации об одиноких стариках, конфликтах между садольщиками и прочих проблемных квартирах черным риэлтором. Более пяти лет мы рассказывали о том, что банды квартирных рейдеров не смогли бы действовать без своих нотариусов, своих судей, своих сотрудников полиции. И вот, наконец, лед тронулся. Оборотней в погонах начали задерживать. Именно в юго-западном округе орудовала банда бывшего участкового Евгения Макарова. Завладев долей недвижимости, рейдеры подселяли в квартиру уголовников, которые превращали жизнь жертвы в ад при полном попустительстве полиции. Ну, возьмем дело Ларисы Дреминой. Там же видео все были показаны в банде Макарова, когда участковый просто стоял и смотрел, как Ларису Дремину избивали. Руки убрали от меня! Макаров схватил зал, ударили меня еще монтировкой. Для Константина Толмачева попытка сопротивляться совместному натиску долевых рейдеров и людей в погонах и вовсе обернулась тюрьмой и потерей квартиры. Они пытались ломиться в дверь и получили отпор. Пытались угрожать. Угрожали. Пытались завязать драку, после чего синициировали тяжкие телесные повреждения, сфальсифицировали справки и подали заявление в суд на меня. Я был осужден на 4 года 6 месяцев лишения свободы. Судя по горам, изъятых оперативниками ФСБ дел, круг подозреваемых вскоре может быть существенно расширен. А у сотен жертв черных риэлторов появилась надежда добиться справедливости. Александр.